Друзья, привет! Hi! Приветствую вас на канале «Английский язык по плейлистам». Мы продолжаем наш практический курс «Английский язык с нуля до продвинутого уровня» по приложению English Galaxy. Мы с вами далее разбираем 320 зависимых предлогов в английском языке. Итак, смотрите. Answer to. Ответ на что-то. Answer to. Скажем, я жду их ответа на этот вопрос. Я жду. Имеется в виду сейчас. Используем время Present Continuous. I'm waiting. Их ответа. I'm waiting for the answer на этот вопрос. Rather answer to. Just answer to this question. I'm waiting for the answer to this question. I'm waiting for the answer to this question. Я жду их ответа на этот вопрос. I'm waiting for the answer to this question. Вопрос. Каков наилучший ответ на этот вопрос? Скажем, используя слово what. Получается, каков. What is... Наилучший ответ. The best answer... На... Просто answer to... Это вопрос this question. Получается... What is the best answer to this question? What is the best answer to this question? Каков. Лучший ответ на этот вопрос. What is the best answer to this question? Effect on. Влияние на... Effect on. Скажем, это может оказать очень негативное влияние на нашу экономику. Это может оказать... Дословно мы говорим, это может иметь... It can have... It can have... Очень негативное влияние... Дословно звучит очень негативный эффект... Это может оказать очень негативное влияние на нашу экономику. Смотрите, полезная лексика. Detrimental. Detrimental переводится как пагубный, губительный. Detrimental. Полезная фраза. Detrimental effect. Пагубное влияние. Detrimental effect. Detrimental effect. Это может оказать очень пагубное влияние на твое здоровье. То есть это может иметь... It can have... Очень пагубное влияние... A very detrimental effect... На твое здоровье... On your health. It can have... A very detrimental effect on your health. It can have... A very detrimental effect on your health. Это может оказать очень пагубное влияние на твое здоровье. It can have a very detrimental effect on your health. Praise for. Хвалить за что-то. Praise for. Как мы скажем. Его похвалили за его блестящее выступление. Его похвалили. He was praised... He was praised... За... For... Его блестящее... For his brilliant... И выступление. Это слово performance. He was praised... For his brilliant performance. He was praised... For his brilliant performance. Его похвалили за его блестящее выступление. He was praised... For his brilliant performance. Interest in... Интерес к чему-то. Interest in... Как правильно сказать? Она проявляет растущий интерес к языкам. Имея в виду вообще, используем время present simple. Она проявляет... То есть она показывает... She shows растущий интерес. A growing interest. She shows a growing interest к языкам. Фразы interest in... Languages. She shows a growing interest in languages. She shows a growing interest in languages. Она проявляет растущий интерес к языкам. She shows a growing interest in languages. Exchange for. Обменять на что-то. Exchange for. Скажем, например. Я обменял доллары на фунты. Я обменял доллары. I exchanged dollars на... For... Фунты... Паунс. I exchanged dollars for pounds. I exchanged dollars for pounds. Я обменял доллары на фунты. I exchanged dollars for pounds. Хорошо. А как правильно сказать? Я обменял доллары на евро. Я обменял... Я обменял доллары на фунты. For... Очень важно, помимо этого, знать устойчивые фразы. Это делает наш язык намного богаче. Например, смотрите, фраза greatly surprised. Переводится очень сильно удивлен. Очень сильно удивлен. Greatly surprised. Скажем, используя данную фразу. Я был очень сильно удивлен этой новостью. Я был очень сильно удивлен. Я был очень сильно удивлен этой новостью. Также переходите в нашу социальные сети, где мы выкладываем дополнительные полезные материалы. Ссылки в описании. Хорошо. А как правильно сказать? Никто не был удивлен таким решением. Никто не был удивлен. No one was surprised by... Таким решением such a decision. No one was surprised by such a decision. No one was surprised by such a decision. Никто не был удивлен таким решением. No one was surprised by such a decision. Смотрите. Другая, более противнутая фраза. Particularly surprised. Особенно удивлен. Particularly surprised. Особенно слово particularly. Particularly surprised. Particularly surprised. Так, скажем. Я был особенно удивлен его реакцией на эти слова. Я был особенно удивлен. I was particularly surprised. Right? I was particularly surprised by... Его реакцией. By his reaction. На... Сминяем фразу reaction to... Эти слова these words. I was particularly surprised. By his reaction to these words. I was particularly surprised. By his reaction to these words. Я был особенно удивлен. Его реакцией на эти слова. I was particularly surprised. By his reaction to these words. Indifferent to. Равнодушен к... Indifferent to. Она говорит, что равнодушна к деньгам. Но я так не думаю. Она говорит, что... She says that... Равнодушна к деньгам. Равнодушна. Дословно по-огрейски мы говорим, она равнодушна. That she is indifferent... К... Фраза indifferent to... К деньгам money. She says that she is indifferent to money. Но я так не думаю. But I don't think so. She says that she is indifferent to money. But I don't think so. She says that she is indifferent to money. But I don't think so. Он равнодушен... К нуждам других людей. Он равнодушен... He is indifferent... К... People's needs. Next. Full of. Переводится полон чего-то. Full of. Смотрите, полезные фразы. Несмотря на... Можно сказать по-английски... In spite of... Лежим в одно слово... Despite. Итак, это так верно. In spite of... Or despite. Давайте скажем, используя in spite of... Он всегда полон энергии, несмотря на свой возраст. Он всегда полон энергии. He is always full of energy, несмотря на... In spite of... Возраст. Of his age. He is always full of energy, in spite of his age. He is always full of energy, in spite of his age. Давайте теперь скажем, используя despite. Он всегда полон энергии, несмотря на свой возраст. Используя despite, получается... He is always full of energy, despite his age. He is always full of energy, despite his age. Итак, это так верно. Смотрите. Он всегда полон энергии, несмотря на свой возраст. Используя in spite of... He is always full of energy, in spite of his age. Используя с помощью despite, получается... He is always full of energy, despite his age. Легко заметить, что он полон уверенности. Легко заметить, что... It's easy to notice that... It's easy to notice that... Он полон уверенности. He is full of confidence. It's easy to notice that... He is full of confidence. It's easy to notice that... He is full of confidence. Легко заметить, что он полон уверенности. It's easy to notice that... He is full of confidence. Смотрите. Другая полезная фраза. Anxious about. Переводится... Волнующаяся из-за чего-то. Anxious about. Anxious about. Скажем, используя слово anxious. Она очень волнуется из-за интервью. Она очень волнуется. She is very anxious. Из-за... Из предлога about. She is very anxious about. Интервью. Конкретно. Не просто интервью, а the interview. Получается... She is very anxious about the interview. She is very anxious about the interview. Она очень волнуется из-за интервью. She is very anxious about the interview. Next. Worried about. Переводится... Обеспокоен чем-то или же по какому-то поводу. Worried about. Worried about. Так скажем, используя слово worried. Я никогда не беспокоился по этому поводу. Ведь never указывает на present perfect. Получается... Я никогда не беспокоился. Если мы используем иноприлагательное worried, то полная конструкция to be worried about. Получается... Я никогда... I have never... Далее третий формат be. I have never been worried. И далее... По поводу этого. Или по этому поводу. About it. I have never been worried about it. I have never been worried about it. Я никогда не беспокоился по этому поводу. I have never been worried about it. Да здесь, видите, именно worried — это прилагательное. В этом способе конструкция to be worried about. И получается... I have never been worried about it. Хорошо. А теперь давайте скажем по-другому. Используя глагол worry. Приводится волноваться, беспокоиться. Worry. Итак, скажем. Честно говоря, я никогда по-настоящему не беспокоился по этому поводу. Честно говоря, это фраза to be honest. To be honest. Смотрите. Я никогда по-настоящему не беспокоился. Never указывает на present perfect. Но здесь просто глагол. Поэтому получается... I have never really worried по этому поводу about it. То есть здесь be уже не нужно, потому что глагол. To be honest, I have never really worried about it. To be honest, I have never really worried about it. Честно говоря, я никогда по-настоящему не беспокоился по этому поводу. Используя глагол worry, получается... To be honest, I have never really worried about it. One more time. To be honest, I have never really worried about it. Смотрите данный видеокурс и отрабатывайте весь пройденный материал в приложении English Galaxy для достижения максимального эффекта. До встречи. Bye-bye. Субтитры создавал DimaTorzok